В условиях кризиса и разгара весеннеполевых работ, Воджигар Кукинеш должен в оптимально короткие сроки рассмотреть вопросы назначения нового правительства и утверждения его программы, заявил сегодня президент Алмазбек Атамбаев на встрече с лидерами фракции парламентской коалиции большинства. Если возникнет такая необходимость, всегда можно позже внести требуемые изменения в структуру и состав правительства. Сегодня перед правительством стоит много задач и проблем, требующих оперативных решений, сказал Атамбаев. Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента, во встрече с главой государства участвовали лидер фракции СДПК Ченебай Турсумбеков, лидер фракции политической партии Кыргызстан Канат Эсаев, лидер фракции партии Онагул Прогресс Бакет Торобаев, представитель фракции политической партии Атамикенса Идулан Нишанов. Кыргызстан успел внести гражданский иск в суд Великобритании по делу Максима Бакеева. Об этом сегодня на совместном заседании парламентских комитетов по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Джигар Кукинеша и правопорядку борьбы с преступностью, сказала генпрокурор Индира Джолдубаева. Во время заседания депутат Мирлан Джанчироев напомнил, что в СМИ была информация о том, что сроки по указанному делу уже истекают, что сделано органами прокуратуры. Была критика, что правительство и уполномоченные органы не вносят в суды Великобритании иск, сказал он. На что генпрокурор ответила, что сроки по этому делу истекли 6 апреля. Но мы успели подать гражданский иск. Роль в этом деле у генпрокуратуры была вспомогательная. Мы обеспечивали Центр судебного представительства правительства всеми необходимыми материалами, сказала Джолдубаева. Национальный банк вновь купил доллары. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. Накануне НБКР вновь выходил на валютный рынок с интервенцией. В итоге куплено 18 миллионов 150 тысяч долларов с расчетами на дату сделки и 3 миллиона 950 тысяч с отличными от даты сделки расчетами. Всего с начала года Национальный банк купил 108 миллионов 520 тысяч долларов. В первом квартале падение внутреннего валового продукта составило почти 5%. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель председателя надстаткома Алексейна Тикеева. По ее словам, объем ВВП по предварительной оценке сложился в сумме 79 миллиардов сомов. При этом на его снижение повлияло сокращение объемов производства в промышленности и на транспорте. Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор объем ВВП составил 73 миллиарда 59,4 миллиона сомов, что на 1% выше аналогичного показателя 2015 года. За первый квартал цены и тарифы в Кыргызстане снизились на 1,2%. Об этом также на пресс-конференции сообщила заведующая отделом статистики цен Малика Абдукадирова. По ее словам, впервые с начала составления индекса потребительских цент в республике наблюдало снижение цены тарифов в первом квартале года. В марте цены снизились на 0,9%. При этом пищевые продукты и безалкогольные напитки подешевели на 2,3%. Непродовольственные товары упали в цене незначительно. Между тем, в Чуйско-Ворской областях зафиксированы рост цен на непродовольственные товары. 11 апреля на 78-м году жизни скончался заслуженный экономист Кыргызской республики Куна-Кунов Керемжан Куна-Кунович. Керемжан Куна-Кунов родился 25 ноября 1938 года в селе Чонарык Аламидинского района Чуйской области. В 1955 году он окончил Фрунзенский финансово-кредитный техникум и в 1961 году Ленинградский финансово-экономический институт имени Вознесенского. Керемжан Куна-Кунов более 40 лет работал на ответственных и руководящих должностях финансовой и экономической системе страны. В 1986 году был назначен министром финансов Кыргызской республики, где проработал 6 лет. В 1992 году Куна-Кунов Керемжан назначается государственным советником президента. В 1993-1998 годах работал директором и заместителем директора государственной налоговой инспекции. Затем до 2000 года возглавлял Чонарык с Кейл Атмату Аламидинского района. Керемжан Куна-Кунов избирался народным депутатом Верховного Совета Киргизской СССР двух созывов, в том числе легендарного парламента. Его всегда отличали высокая работоспособность, честность и жизнелюбие. Он был достойным сыном и истинным патриотом кыргызского народа, болеющим душой за судьбу родной страны, вел активную общественную деятельность и внес большой вклад в становление финансовой и экономической системы независимой Кыргызской республики. За большие заслуги перед народом и государством Керемжан Куна-Кунов награжден медалью за трудовую доблесть, а также почетной грамотой Джокур-Кукинеша Кыргызской республики. Светлая память о Керемжане Куна-Кунове навсегда останется в сердцах кыргызстанцев. Соболезнования родным и близким выражают Атамбаев, Джейнбеков, Сареев, Токбаеву, Атумбаева, Ниязов, Карашев, Турсунбеков, Бабанов, Исаев, Торубаев, Сулойманов, Тикибаев, Панкратов и другие. Накануне состоялось заседание Центризбиркома, на котором были приняты решения на основании поданных заявлений о внесении изменений в выдвинутые списки политических партий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что политические партии Кыргызстана и Уногу Прогресс внесли изменения в списке кандидатов в Каракольские и Орские городские кинеши, партия Республика Атаджурд в Каракольские и Токмовские кинеши, СДПК в Токмовские горкинеш и Бербол в Орские кинеш. Копии решений об удовлетворении заявлений политических партий будут направлены соответствующие территориальные избирательные комиссии, а также выданы заявителям. С обновленными списками кандидатов-депутатов можно ознакомиться на официальном сайте Центризбиркома, а также в газете «Эркинтоу». Вместе с этим на заседании ЦИК по поступившим жалобам и заявлениям также приняты соответствующие решения. Государственная регистрационная служба провела презентацию программного обеспечения по цифровке данных всех учащихся средних школ страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В целом ГРС совместно с Миноборнауки планирует в двухмесячный срок полностью оцифровать данные свыше 1 миллиона учащихся школ. Глава ГРС Тербек Сарпашев сообщил, что разработанная программа для цифровки данных школьников простая и удобна для заполнения. Данная работа проводится в рамках внедрения электронного правительства. До 10 июня всем учащимся средних школ будут присвоены персональные идентификационные номера с привязкой к ПИМ-номерам родителей, сказал Сарпашев. Он напомнил, что в рамках внедрения электронного правительства до конца этого года планируется оцифровать порядка 16 миллионов справок и документов, содержащихся в архивах подразделений ГРС. Из этого количества 5 миллионов справок в виде адресных листков уже оцифровано. Вчера в республике завершился первый этап аттестации религиозных учебных заведений. Одним из основных требований было наличие высшего религиозного и светского образования. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции независимых член аттестационной комиссии Улан Искаков. По его словам, на аттестацию подавали 384 преподавателя и 71 директор Мадресе. Из этого числа испытания прошли 186 соискателей, так как у них имелось светское и религиозное образование. Член аттестационной комиссии также добавил, что в следующем этапе пройдут еще больше людей. Список прошедших аттестацию будет выведен на сайт после утверждения главой Думб, отметил Улан Искаков. Если взять уровень и состояние самих преподавателей, то удовлетворительно. Но тем не менее, в данный момент завершился экзаменационный процесс самого аттестации. Нужно отметить, что мы дальше будем продолжать на месте видеть уже состояние Мадресе. За самовольное отключение видеорегистратора сотрудника Главного управления патрульной милиции уволят из органов внутренних дел. Об этом сообщается на официальном сайте МВД. Отмечается, что инспектору нельзя самовольно отключать видеорегистратор и удалять имеющиеся записи. За допущенные нарушения сотрудника службы привлекут к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Все записанные видеофайлы при зарядке аккумулятора автоматически выгружаются на специальный сервер хранения данных. Доступ к ним имеет только ответственный сотрудник. Дольше всего три года будут храниться записи, связанные с преступлениями. По административным правонарушениям видеофайлы доступны в течение года. А если не зафиксировано правонарушение, материал удалят сразу. С 1 по 10 апреля патрульная милиция ГОВД Бишкека обслужила 999 вызовов, поступивших со службы 102. Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной милиции столицы. По ее данным, за вышеуказанный период раскрыто 39 преступлений. В контроле над обеспечением безопасности дорожного движения выявлено и пресечено 637 фактов грубого нарушения дорожного движения. В трех столичных троллейбусах установили бесплатный Wi-Fi. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека. По ее данным, Wi-Fi роутеры установлены по 8, 10 и 11 маршрутам компании ТЭС для жителей и гостей столицы. Это первый небольшой шаг к развитию и запуску полномасштабного мониторинга транспорта Бишкеки. Многофункциональное мобильное приложение разработано для мониторинга работы общественного транспорта. Основная задача и идея – дать возможность пользователям приложения проследить, где находится интересуемый вид транспорта в режиме онлайн. Использование такой функции позволяет пользователю увидеть, как и на чем удобнее и быстрее всего он может добраться до пункта назначения. Субтитры создавал DimaTorzok